Донбасс Вот и проходит уже вторая годовщина начала нашей Донбасской революции. И 20 января, два года назад, исполняется ровно два года, как возникла первая организация, которая запустила процесс русской весны, Луганская гвардия. Вот здесь это все и начиналось. Вот там стояла первая палатка. Собирались первые неравнодушные люди, наши земляки, луганчане, которые не могли спокойно смотреть на тот безобразие, на беспредел, который происходил в столице. Так называемой Украине, городе Киеве, когда майдауны убивали людей на улицах, захватывали здания и творили все, что хотели под лозунгами майданной революции, а фактически государственного переворота. И, собственно говоря, наш пролетарский Донбасс в это время, пока эти тунеядцы там глупостями занимались, работал. У нас не было времени для того, чтобы заниматься глупостями. Мы создавали материальные ценности, за счет которых существовала Украина все 23 года своего бытия. Ну, когда этот процесс зашел уже до такой степени, что начал захлестывать своим мутным потоком и Донбасс, тогда мы уже встали в полный рост. А началось это, в принципе, тоже здесь, тогда же, после переворота в Киеве 20 февраля, в ночь на 23-е, местные майдауны попытались устроить штурм облгосадминистрации. И тогда у них на пути стали наши товарищи, дежурившие здесь, в палаточном городке, луганские гвардейцы. И тогда впервые на улицах мирного города Луганска зазвучала стрельба, потому что среди штурмующих нас майдаунов были не только тупые быдланы с палками, а были уже люди с автоматами. И уже начиналась стрельба. Вот так это все и было два года назад. Ну, собственно говоря, после этого уже, как говорится, не только передовые части наши, дежурившие в палатках, но и уже и широкие народные массы начали подниматься. Начинались уже массовые митинги Луганской гвардии, начинались, так сказать, первые звоночки будущей русской весны. И все это было здесь. Здесь стоял первый палаточный городок. Здесь собирались митинги русской весны 1 марта и 5 марта. И первый захват ОГА, когда впервые луганчане разогнали местный свидомитский сброд, собравшийся здесь, у памятника Шевченко. И впервые показали свою силу. И позже, 29-го, когда пошли на штурм облгосадминистрации, я вот стоял как раз вот здесь и встречал колонну, которая шла уже от здания СБУ, шла к зданию облгосадминистрации. Вот так, сам того не желая, я попал в историю, стал государственным преступником, террористом, сепаратистом и какими еще там нас ярлыками обзывает так называемое правительство, так называемая Украина. Но я ни о чем не жалею. И сейчас, и тогда, на митингах русской весны, и на баррикадах, и позже, под миротворческими обстрелами карателей, когда на нас каждый день обрушивались мины и снаряды, я ни о чем не жалею. Я не жалею о том, что я стал активным участником Донбасской революции. Я не жалею о том, что я проголосовал 11 мая за нашу республику, за Луганскую Народную Республику. И сейчас не жалею ни о чем. Продолжаю оставаться искренним и убежденным сторонником идеи Новороссии. Судьба, значит, у меня такая. Быть верным патриотом своей родной Донбасской земли. И если ради этого нужно стать, с точки зрения киевских правителей, сепаратистом и террористом, значит, я стану им. Я им уже стал. Я перешел на работу в Луганскую Народную Республику. Я работаю в учреждении Луганской Народной Республики. То есть, с точки зрения киевской хунды, я террорист. Ну что ж, посмотрим, кто из нас друг друга перетеррористствует. То ли мы, луганчане, живущие на своей земле и защищающие свою землю от подкушений со стороны киевской хунты. То ли эти государственные переворотчики, всякие турчиновые яценюки, яруши и прочая шобла, которая собралась сейчас на территории так называемой Украины и считает себя правительством. Я их правительством не считаю. Я за них не голосовал. Я голосовал 11 мая 2014 года за свою Луганскую Народную Республику, в которой я живу, в которой я всю жизнь прожил, никуда не уезжал и уезжать не собираюсь. А если понадобится, значит, здесь, как говорится, и умру, отстаивая свою землю от покушений со стороны террористического правительства, так называемой Украины. Таковы мои убеждения. Ну и, как говорится, пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто это видит, всех, кто это слышит, с юбилеем, со второй годовщиной Луганской гвардии, которая 20 января отмечает свой, как говорится, уже второй юбилей. И желаю всяческих успехов в нашем продолжающемся деле борьбы за Новороссию, за нашу родную Донбасскую землю. Держитесь, товарищи. Пока мы живы, надежда есть. Не следует умирать прежде смерти. Мы будем жить. Новороссия, турева. Отлично. Я хочу сказать, что не только тут и страх, и возмущение, и героиня, и все такое было. Ну, помню, 8 марта, сижу за столом своим медицинским, с этими препаратами медицинскими, и заходит девочка такая беленькая, красивенькая, с Харитоновым Сашей. И заходят, посмотрели. А это же был уже вечер. 11 вечера было. А потом на второй день, это 7 была, 8 марта, днем приходит, опять эта девочка беленькая, с букетом цветов, тюльпаном, и поздравила меня с днем 8 марта. Я до сих пор была, да, она ей так приятно вспомнить. Не только горе, не только тут страх такая была, но еще и радость, что такие дети у нас хорошие выросли. Я бы сказала, патриоты своего дела. Молодцы, спасибо. Это была Настенька. Она очень достойный человек, молоденькая, умная, патриотичная, и она никогда не свернет с дороги, что бы ни было. Вот за это мы ее все любим, и мы никогда ее не предадим, никому не отдадим. Будем поддерживать, будем с ней идти вперед. Так что поздравляем всех луганчан, потому что все принимали активное участие. Даже оранжевые те прибегали, простите за грубое выражение, гавкали тут. Уходите отсюда, вы не красный крест. Ну я такая спокойная, женщина махнула на нее рукой и стала продолжать. У костра варила там то ли борщ, то ли суп. Часто приходилось готовить, потому что подписи собирали на референдум и на все-все прочее. И милиция прибегала тут. Это хочу вспомнить даже этого Хохлова. Как он убегал от милиции, нагнала за ним. А он, я говорю, что случилось? Он ко мне в палатку заскочил. Да, говорит, милиция гонится. Пристали ко мне, что я с холодным оружием. Вот, с ножом что ли. И он туда заскочил, говорю, встань и все. Я встала на палатку, а тут военная милиция. Подошла, да. Я смотрю на него, то ли лейтенант, я в этих не разбираюсь в звездочках. Ну, главненький он был. Видно лейтенант. И весь белый трусится. Я говорю, сынок, успокойся. Это народ, это все пройдет. Они знают, что делают. И ты успокойся, оставь этого человека в покое. Он, правда, отошел. Видит, что я же как бабка старая стоит, так а что кинется и в лицо на защиту людей. Вот такой у нас в Луганске народ. Молодцы. Я вас всех поздравляю с годовщиной двухлетней. Желаю здоровья, добра и не покоряться. И снова, если надо, вставать, приходить сюда, не обращать ни на какие запреты. Мы должны построить то, что хотели построить. Настоящую республику. Действительную республику. А не то, что какие были эти самые, тут, как бы правильно сказать, чтобы не обидеть. Шишкомоты, деньги сдирались. Простого народа. Вот. И себе по карманам. Не бюджет, а себе по карманам. А может, и бюджет на Киев отправляли. На тех бандюганов проклятых, которые захватили власть. И не знают, что с ним, с этой властью делать. И ничего. Решили войну вот это устроить. Брехуны чертовы. Ой, такие они противные, что на них. И за них и говорить уже не хочется. Когда их уже суток возьмут, да, поразгонять их к чертовой матери. Такую загадить Украину. Украина ведь земля богатая, хорошая. Но Россия была нашим братом. Там все есть. Россия ни в чем не нуждалась. И они нас никогда не бросали. Ну что, решили поотделяться. Вот это глупость. Самая большая была. То было паспорт покажешь. Советский Союз. СССР на паспорте. И гордость была. А теперь вот это что, хотели. Каждое княжество поразделили. Там Украину, там Казахстан, там Белоруссия. Там это самое. Царьками захотелось быть. Глупость совершили. Надо было так и жить в кучу. Наводить порядки, конечно. Дисциплину. И все. И на весь мир мы были самыми сильными. Вот что я хотела сказать. Не зря мы кричали, что Россия, Россия. Путин, Путин. Давай забирай нас к себе. Вот так. Украинская власть показала, что они наделали. Теперь и Западной Украины. Спасибо им. Я им не поклоняюсь. Не все, конечно. Но ум пришел, что не надо было вот эту войну затевать. Они и к нам пришли стрелять. Не мы туда пошли. Они. Так вы ж думайте, материя, что вы с ваших сыновей мясо просто сделали и все. И вы кричите, наша Украина, наша земля. Так и мы ж украинцы. И наша эта земля. Мы и тут живем. Куда ж нам идти и ехать? Почему вы там живете, кричите, приехали сюда, кричите, наша земля. А наша, да, земля. И наша тут земля. Кто еще при памяти, при совести, при том героизме, с которого это все начиналось. Пожалуйста. Мы будем вас ждать 20-го в 12 часов вот здесь, где памятник славы.